Всем привет! С вами Оля и сегодня у нас на канале интервью. Наконец-то я по ним очень соскучилась. Я вам приготовила очень интересного собеседника. Сегодня с нами Марина, она Дола. И она, я думаю, массу интересных тем нам расскажет. Встречаем! Всем привет! Как Оля уже сказала, меня зовут Марина. И почему-то первое, что я всегда о себе говорю, это что я многодетная мама. Видимо, это вот та характеристика, которая такая, знаешь, впереди меня идет. У меня три сына. И вот как раз-таки после рождения третьего сына, я поняла, что и сейчас будет не пафос и не высокие слова. Я действительно так чувствую всей собой, что важнее, чем рождение ребенка, и не просто рождение, а вот этот вот процесс и для мамы, и для ребенка, нет ничего в жизни. И ощутив это очень ярко, в своих третьих родах, я поняла, что я хочу этому помогать. Помогать женщинам жить свою женскую, именно женскую жизнь. И особенно она ярко проявляется, конечно же, когда мы с вами носим малыша, рожаем его, и потом на этом все не заканчивается, а только продолжается. Ну а Даула это кто? Что конкретно ты можешь помочь делать? Вообще изначально в транскрипции, с греческого, в переводе, дула, да, как бы вот в чистой такой транскрипции, это прямо служанка такая, да, как бы рабыня, вот. Но в русском языке дула звучит достаточно грубовато, и оно так смягчилось, и вот у нас на сегодня бытует, и меня очень радует, что это слово становится все более известно, да, как доула, даула. Это уже, знаете, такие вариации, как бы вот перевода, да, транскрипции, произношения. И мне очень нравится объяснение этого слова, как акушерка – это про работу с ребенком с промежностью, да, а доула – это про маму. И первое, самое важное, что доула всегда хотят донести до женщин, которые к ним обращаются, что доула ни в коем случае не медицинский работник, она вообще не должна иметь медицинское образование. Есть среди нас, у кого есть медицинское образование, но оно было до, и потом есть акушерки, которые перешли в доульство, да, и она не оказывает никаких медицинских манипуляций. Поэтому очень важно при установлении контакта, да, при знакомстве с женщиной сказать, дорогая моя, я не смотрю раскрытие, я не ставлю там КТГ, допустим, да, если мы в роддоме сопровождаем. Да, это, кстати, важно, многие, кстати, почему-то думают, что доула – это только про домашние роды. А доула – это сопровождение, и я вам хочу сказать, что даже скорее в роддоме сопровождение нужнее. Поэтому доула сопровождают в роддомах абсолютно без вопросов, и вот прямо это нужно. Вот, и мы обязательно уточняем женщине, что никакие медицинские манипуляции нами не осуществляются. Как, например, бывает тоже может быть запрос, девушка просит, ну, ты же типа… Все хотят приехать в роддом уже на таком хорошем раскрытии, да, чтобы уже так, эй, с места в карьеру, дела, и все хорошо. Вот, ну, ты же мне посмотришь раскрытие? Нет, моя хорошая, я не посмотрю раскрытие, у меня нет для этого никаких, да, то есть это уже выход за рамки профессии, но на доулу обучаются, да, я училась, и, соответственно, там, естественно, мы проходили физиологию родов, и по косвенным внешним признакам, да, по тому, как изменяется дыхание женщины, да, там, там, ее речи она исчезает, вот, еще какие-то, да, моменты в силу какого-то опыта, я могу с такой, ну, известной долей вероятности, да, предполагать, что сейчас у нас, наверное, вот такое раскрытие, и вот если как ты чувствуешь, да, давай поедем в роддом. Но на самом деле, что также очень важно в отношениях женщины и доула, что все решения обязательно принимает женщина, где мы бы ни, где бы мы ни были, дом, роддом, да, почему? Потому что доула, знаете, мне очень нравится сравнить, когда вот моя коллега, моя любимая компаньонша по проекту, в котором, в общем-то, мы и трудимся, да, вот проект Мономама, мы объединились две доула, я и Анастасия Мельникова, вот, она назвала в своем описании доула, что вот доула – это шерпа, да, проводник, вот, горный проводник, и вы в горах идете сами, вы сами шагаете по всем этим камням, какой-то камень выскальзывает из-под ноги, да, вы выбираете быть, но есть рядом шерпа, которая показывает, смотри, вот мы можем пойти вот таким путем, да, и это будет примерно так-то, ну, там, в отношении гор, там, это столько-то по времени, да, такая-то дорога, есть такой путь, я никуда от тебя на этом пути не отойду, вот просто, доула в родах даже пописиться бы, реально, это просто, то есть мы реально впадаем в такую, это не настолько измененное состояние сознания, как впадает женщина в родах, но окситоцин, гормоны, они же фонят, они же заразны, да, и доула попадает в это состояние, и потом вдруг так, вау, очухиваешься, то есть у нас также изменяемо воспринимается время, да, там, вот, забываешь про какие-то бытовые вообще, какие-то потребности, да, вдруг очухиваешься, что там, сколько часов ты не ела и так далее, и вот, и я рядом, да, я рядом в этом пути, ну, путь-то идешь сама, и выбираешь ты вот этот путь, давай пойдем вот здесь, вот, мне вот это ближе, выбираешь сама, это важно, вот, правда, это очень важно, и точно так же в родах, если у женщины возникает, ну, вот, какая-то такая непонятная для нее ситуация, да, доула ни в коем случае не даст совета, делай так, ой, так не делай, да, это не доульская позиция, да, а доула может сказать, смотри, вот, можно сделать так, и тогда события могут развиваться таким образом, да, и опять же, это вот роды, это вообще такая штука эфемерная, вот, а можно сделать так, и тогда это будет вот в таком сценарии, и всегда выбор делает женщина, а доула, как бы она внутри себя не относилась к этому выбору, она ее поддержит в любом выборе, и это тоже обязательное правило профессии, безоценочная поддержка женщины в любом ее выборе. Каждой нужна доула, или есть кто-то, кто так, ну, не то, что сам справится, но, как бы, вот, это скорее про первые роды, или это про любые роды? Это про любые роды, и очень сложно сказать в начале, вот, типа, вы, нужна вам доула или нет, но как показывает практика, опыт, общение, да, то есть у нас очень тесное, постоянно доульское вот общение, да, и мы, как супервизоры друг к другу, да, мы порой обращаемся друг к другу за помощью, да, подскажите, как вот в этой ситуации, иногда постфактум разбираем какую-то ситуацию, да, которую мы глубоко проживали, вот, как показывает практика, доула, не то, чтобы, как бы, ну, вот, по кайфу большинству, да, то есть, и причем часто хотят и мужей доула, например, да, то есть, когда мы заключаем контракт в роддоме, то эта история можно взять с собой ни одного, да, сопровождающего, потому что, вы знаете, муж – это муж, и там мы, там, на предварительной встрече, мы, ну, мы чаще проговариваем, да, обязательно готовим, как бы, мужик этой истории, я не люблю неподготовленных мужчин в родах, вот, и мы проговариваем, кто что будет делать, да, и чаще всего доула позволит не нарушиться этой невероятной интимной связи, и поэтому очень важно, чтобы доула откликалась, вот, частый вопрос я сейчас предвосхищу, как выбрать доу, да, вот, как выбрать, вы знаете, я очень люблю в своих эфирах, я уже несколько раз, я тут недавно, меня осенило на офигенное слово «добро», и слово «добро» я разобрала вот так по пяти пунктам, да, каждую букву, и я рекомендую, ну, предлагаю, да, вот, предлагаю своим девочкам на любое состояние выбора делать этот выбор через, вот, через это слово «добро», что такое «добро», да, для меня? Д – это доверие, О – отклик, Б – безопасность, Р – разумность, и О – ответственность, и вот, если через это слово посмотреть на выбор доулы, да, например, вы ей должны доверять, вот, просто, абсолютно спокойно, и отклик у вас на нее должен быть, как бы вам, вот, допустим, вам кто-то расписывает, да, это такая доула, с таким опытом, вы как бы верите, да, и вы ей доверяете, да, вы знаете, но у вас нет внутреннего отклика, вы его даже иногда не можете понять, почему, возможно, ее голос похож, я не знаю, на голос свекрови, или там какой-нибудь первоучительница, которая у вас там был, не айска, контакт, вот, что, ну, нет у вас внутреннего отклика, не ведитесь просто на то, что возьми ее, прислушайтесь к себе, очень важно, в родах вообще без связи с собой никак, да, потом у нас идет буква «Б» – безопасность, в контакте с доулой, вот вам, вообще, когда меня спрашивают, а где лучше рожать, я трижды рожала дома, но это, я никого ни в коем случае не, давайте, там, да, со знаменем за домашние роды не хожу, потому что рожать нужно там, где вам безопасно, и если вам безопасно, когда вот прямо вот здесь стоит реанимационное оборудование, и вы выдыхаете, когда заходите в роддом, значит, это ваше место, это значит место ваших идеальных родов, а кто-то, может, вообще, там, я не знаю, там, автоледи и просто, блин, хочет каких-то таких драйвовых родов, да, ну, слушайте, в добрый путь, вот, то есть вот это «Б» – безопасность, это очень важная характеристика, что вот вам, когда вы с доулой, да, потому что тоже такое состояние может быть, вам с ней вообще кайфово, да, такой отклик идет, да, там все, вы ей доверяете, но при этом что-то где-то вот здесь, а точно ли безопасно для меня, что она мне говорит? Вот это тоже звоночек, да, и либо надо убедиться, найти информацию где-то в других источниках о том, что философия, которая продвигает доул, действительно такая, вот, либо, ну, либо еще посмотреть, потому что, благо, доульский мир на сегодня достаточно многолик, вот, разумно, подходить разумно, потому что тоже бывает такое, блин, я хочу домашних родов, я так хочу, я так хочу родить дома, да, и отклик, и все, а, например, есть какие-то объективные показатели, да, медицинские, то есть, вы не думайте, доулы это не шаманы с бубном, которые там, все будет хорошо, танцуем, вы танцуем, не, мы очень любим танцевать, особенно я, но, как некоторые медики, будем честны, о нас думают, да, что, типа, мы там, все будет, как бог подскажет, не, ребят, но мы, правда, разумные женщины, мы, в первую очередь, хотим здоровья и безопасности этой женщины, просто у нас, ну, как бы, понятие нормы, понятие о родах немножечко другое, да. Вот можно тут вопрос? Да. Понятно, что доула – это про естественные роды? Ну, чаще всего… Это про гармоничные роды женщины, да, то есть, мы сопровождаем, на самом деле, есть роддома и есть история по контракту, где, допустят, и на кесарево сечение. Да, доула готовит женщину, готовя ее, что ее тело по определению того, что она родилась женщиной, она обладает маткой по праву рождения, ее тело уже просто поэтому знает и умеет рожать, да, и мы в своем общении с ней стараемся ей вот, чтобы она сама в это поверила. Что конкретно делает доула? Доула и акушерка – это разное? Да, это очень разное. Что тогда делает доула? Доула делает все то, что требуется в родах именно женщине, не ребенку в этот момент родов, да, когда там поставить КТГ, да, то есть акушерка работает с промежностью. Прям по пальцам? По пальцам. Дыхание. Да, она ей помогает прожить яркие ощущения в схватках, да, она владеет методами разного массажа. Расслабление. Расслабление, дыхание, массаж, да. Поддержка. Обязательно. И чисто бытовые функции, значимость которых в родах возрастает так, что аж диу сам даешься. Попить, обтереть, подоткнуть подушку, быстро менять, помогать и сменить положение. Прошу прощения, бывает это смена утки. Когда бывает в роддоме, если стоит эпидуральная анестезия, девушка уже не может встать в туалет, могут быть разные физиологические, да, как бы моменты, и доула всегда это быстренько поможет этому всему осуществиться, да. Слушайте, это писать смс мужа, отчет, что у нас происходит. Это делать фотографии, кто-то хочет в процессе, хотя большинство хотят сразу после. И вот, например, если мы в контракте рожаем с мужем, да, и кто-то часто думает, ну вот я же беру индивидуальную кушерку, и со мной будет муж. Да, возможно. Правда, возможно. К сожалению, этого сразу заранее не понять, но вот от многих мы слышим, что круто, что была доула. Потому что, например, мы с мужем вообще не выходили из интимного контакта, и тогда чаще это муж будет. Муж прямо нам нужен для поцелуев, да, единственное, что не может делать доула, это целоваться с нами. Вот, мы не целуемся в родах, мы вас обнимаем, да, то есть особенно когда с девушкой уже устанавливается, правда, дружеская связь, и там прижаться к ней лбом, ты сильная, ты можешь, да, это вот, это вот, вселять в нее уверенность, вот, просто подстегивать вот это, она, я не могу, да вот, говоря это сейчас, ты можешь, ты вот это делаешь, да, вот. Но когда мы, да, вот в родах с мужем, то муж про поцеловать, да, про окситоцинусить, роды это же тот же секс, да, вот. Вот, и когда мы в родах, именно поэтому вот эти правила 3Т Аденовская, да, потому что попробуйте заниматься сексом, когда тут вот яркий свет, вокруг что-то говорят, говорят вам, типа, эээ, вообще, кто так, хи-хи, кто в такой позе вообще делает? Сейчас я тебе покажу, как ляг, вот так, пожалуйста, да, и еще в этот момент вот этот пояс не снимай. Ну, это я про КТГ тогда? Да, да. И то есть вот эта история, и Мишель Аден на своих семинарах, которые он до сих пор сам ведет, вообще прям здорово, он не устает повторять важность этого, да, берегите роды, не помогайте родам, не родовспоможение, да, а родозащищение, оберегайте их, вот Лилеть и Доула оберегает роды, старается изо всех сил, где температуру срегулировать, да, там открыть-закрыть окно, открыть-закрыть окно, да, там проветрить лишний раз, то есть вот музыку включить, ароматерапия в родах, да, вот все вот эти нюансы, чтобы максимально позволить женщине вот свой ресурс вот найти и гармонично его проявить. Выбери безопасное место, да, то есть не слушая никого, именно для себя безопасное, да, где тебе, ты зашла туда и успокоилась, да, возможно, даже некоторые уезжают ради этого в другой город, да, то есть для кого-то это место связано с человеком, да, например, когда выбирают врача, вот. Второе. Выбери для себя удобный вариант, ну, все-таки поготовиться к родам. Для кого-то это просто походить потанцевать, да, для кого-то это прямо посетить курсы. То есть посмотри варианты подготовки к родам, да, что можно поделать и найди для себя, да, вот это вот. Потому что на всех курсах будет движение, да, движение – это подвижность малого таза, это невероятно важно и для малыша, и для мамы, вот. И, кстати, в контексте движения типа 2А, посети остеопата, а можно 3, да, вот, посети остеопата. Это правда. До родов, беременность, пожалуйста, посети остеопата, а там уж будет с ним понятно, будет это разовая история, да, или не разовая. Поговори о своих родах с мамой. Не об этих, а о том, как ты родилась. Потому что очень частая история первых родов – это повторение, ауканье, да, такая перекличка с тем, как рожалась ты. И это часто вдруг устанавливает, усиливает связь мамы-дочь. Вдруг что-то вскрывает. Хорошо перед родами вскрыть какие-то пласты, чтобы они не вылезли в родах, да, вот, это прям такой, вот. И пятый совет от меня. Я не знаю, начни медитировать или найди для себя способ поверить своему телу. Найди свое тело, услышь свое тело, встреться со своим телом. Потому что тандем тебя как личности, как социальной персоны и тела – это неотъемлемая составляющая гармоничных твоих родов, да. Потому что в родах будет рулить тело. Там нужно вот не о кортексу сказать «Эй, отдохни», да, «До свидания» речь, мысли и «Здравствуй тело». И чтобы фраза «Слушай тело», что оно сейчас хочет? В смысле, что оно хочет? То, что «Хочу я», а что «А-а-а-а». Да, вот, чтобы вот этого не было. И благо для этого сегодня тоже есть много ресурса. На этом все. До скорых встреч. Конечно же, пишите ниже комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь обязательно на страничку в Инстаграм, задавайте там свои вопросы, а также пишите здесь их ниже под видео. Ну и подписывайтесь, не забывайте подписаться, поставить колокольчик. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»